Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Сейчас я с вами поделюсь тонкостями выхода из длительного голодания. Какие возникают здесь особенности, то есть когда голод длится где-то суток, тоже за 20, то пищеварение уходит глубоко, можно так сказать, внутрь, аж на клеточный уровень, и отключается пищеварительная система. Поэтому примерно вот когда где-то пищеварение, вернее голод продлился у вас за 3 недели, и пищеварение ушло на клеточный уровень, на выходе, в начале, я так подразделяю, идет первый этап, первый этап просто-напросто запуска пищеварительного процесса. То есть, чтобы у вас пищеварительный тракт, который вы в течение длительного голода отключали и отключили, и переключились на буквально-таки внутриклеточное питание, клетки стали употреблять напрямую из межклеточной жидкости. Теперь надо включить. Для этой цели используются, естественно, самые-самые простые продукты, которые обладают возможностью самопереваривания. И мы с вами в первую очередь, чтобы, знаете, не городить разные там городушки, обратимся к процессу пищеварения новорожденного ребенка. Смотрите, ребеночек родился, естественно, у него имеется желудочно-кишечный тракт, в который еще не попадала пища. У него, как бы сказать, есть набор разного рода пищеварительных ферментов, но этот набор надо активировать. Это очень важно понимать. Надо активировать. Поэтому вначале идет молозиво, а потом грудное молоко. То есть, как правило, что это там такое? Это у нас жиры, белки и немножко сахаром. Вот это вот как раз запускает. Поэтому, почему, допустим, я Сергею порекомендовал выходить на кислом молоке. И вот кисломолоко довольно-таки успешно запустило желудочно-кишечный тракт. То есть, этот период запуска, в зависимости от сроков голодания, ну, допустим, если вы голодали там 21 день, то у вас где-то примерно дня 4-5 будет просто запуск пищеварительной системы с помощью вот этих вот кисломолочных продуктов. Если вы голодали, естественно, дольше, там, ну, грубо говоря, там, 40 суток некоторые голодали, то здесь процесс растягивается где-то на 2 недели. Чтобы вы сами, тут важно самому почувствовать, что, ага, вот вы начали принимать, допустим, кислое молоко или, допустим, какой-то другой продукт, который вы считаете нужным для запуска, там, некоторые свежевыжатые соки, там, морковины и прочее, прочее, прочее. И чувствуете, что организм, знаете, его усваивает. То есть у вас нет такого чувства, что вы переживали пищу, она прошла через ваш желудочно-кишечный тракт и вышла в виде, в пережеванном виде, и всё. То есть это важно понимать, какие ориентиры должны у вас быть. Так вот, как раз где-то, если голодание 30-40 дней, то это примерно у вас неделя, а то и две, в зависимости от срока, в зависимости от мощности ещё вашей пищеварительной системы. Они тоже у нас у всех разные. Не надо ровнять, вот, знаете, что-то среднее делать. У одних очень плохо пищеварение работает, у других, ну, великолепно. Вот, например, Шварценеггер тот, не хочу сказать, что он хвастался, он просто рассказывал про себя. Вы знаете, меня называли мусоропроводом. Вот всё, что упало там в ресторане на пол, там ещё что-то, ещё что-то там, вплоть до того, что вы там выбросили в мусорный бак, наложите мне это в тарелку, и я съем, и всё будет нормально. Но эти люди очень редки. Поэтому, и так, не отвлекаемся от темы. Значит, запуск пищеварительной системы, он занимает определённое время. Где-то от недели, а то до двух. И вы, в конце концов, должны почувствовать, ага, всё, вам становится пищи мало. И вот второй этап, он оказывается, да и первый сложный, а второй, наверное, ещё сложнее. Он очень коварен тем, что теперь вам, как и ребёнку грудному, надо постепенно переходить на взрослое питание. И вот тут-то вас подстерегают всевозможные подводные камни. И если, вот смотрите, в своё время ребёночка неправильно вскармливает, начинает там прикормливать, то есть всё, пятое-десятое, запарывать ему пищеварительную систему, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. Её, будем говорить, вернуть в такое крепкое первоначальное состояние бывает очень и очень сложно. И, как правило, вот эта вот часть знания, её особо никто не знает. И это только вот я вам говорю, что такое есть. Вот, значит, переход на обычное питание. И вот тут-то, вот тут-то, что надо опять-таки нам? Желудочно-кишечный тракт запускается, он вроде уже запустился, он готов переваривать пищу, и ему не надо давать мешанину, ему надо давать вот как раз дробное, раздельное питание, для того, чтобы он смог, если это каша, он, значит, усвоил кашу, если это, значит, грубо говоря, белок яйца, то есть вы там съели отварное яйцо, значит, это яйцо, он его переварил. Но когда каша с белком, уже не то получается, это уже для желудочного и кишечного тракта, а особенно для желудка, это уже напряг. Ему надо создать ту или иную среду. Одна среда создаётся для белков, другая среда создаётся для крахмалов. Это, когда всё это мы соединили, и особенно на выходе, это сделать сложно. Поэтому начинают возникать возможные проблемы. Поэтому вы используете, начинаете использовать вот тот набор продуктов, которые вы принимали в обычной жизни, но их используете в каждом приёме пищи по одному продукту. И опять-таки смотрите, как это всё переваривается. Порции должны быть небольшие. Ошибка заключается в том, что человек даже вроде раздельное питание загружает собой на этом этапе чувство голода, чувство восстановительной процессы нарастают, и человек потребляет пищи больше, чем он может нормально переварить. То есть он перерезает желудок, и, как правило, у него здесь стоит ком. Не туда, не сюда. Вот он ходит. Когда ест, он радуется хорошо, хорошо. А когда вот это съел, как правило, да, упора, да, того, что весь желудок заполнил, вот это уже некуда пищу ему складировать. И возникает вот это чувство тяжести. Вначале, когда ешь, этого нету. А вот потом-то оно возникает, потому что желудок не может это переварить. Это для него много. Поэтому буквально-таки вот на этом этапе, втором, любую пищу надо брать буквально-таки по 1-2 столовые ложки и съедать. Съедайте и просто ждите. Ждите, когда, значит, вот появится чувство, ага, голода. Не то, что вы хотите-хотите есть, а вот съели медленно. Жевать надо пищу настолько не спеша и превращать ее буквально-таки в воду, чтобы вы твердую пищу так пережевывали, так смешивали со слюной, что она у вас выпивается. Это как раз позволяет, смотрите, чужеродные вещества, которым является пища, настолько смешать со своей слюной, что она становится уже, как бы сказать, вашим продуктом. Это значительно облегчает, значит, дальнейшее там пищеварение. Это тоже важно понимать. То есть на втором этапе съедаете по 2 столовые ложки пищи, которой вы там привыкли, грубо говоря, ага, картошки съели там, одну картошку, все. Медленно там, не спеша, и ждете, когда чувствуете, ага, вам захотелось есть. На это вам потребовалось там полтора часа, два часа, чтобы почувствовать. Не раньше, ни в коем случае не есть до упора. После этого, грубо говоря, можете съесть, ну, допустим, творога, опять-таки, 2 столовые ложки, съели его, все, как, нормально, то есть все, не спеша, все, дальше, допустим, ага, супа съели там, 2-3 столовые ложки рисового супа, отварили там, меньше соли, соли, как правило, не надо, вот, чтобы вот эта вот юшечка была, похлебали, теплая, особенно в холодное время года. Желудок не любит холодного, запомните. Овощи, если овощи, то они должны быть тушеные, тушеные овощи в теплом виде сделали, опять-таки, небольшое количество съели, посмотрели, все нормально. И вот этот этап у вас растягивается, еще там, недели на 2-3, и организм дальше сам говорит, слушай, этого мне уже мало. Он начинает вам сам подсказывать. Не то, что вот я вам должен дозировку давать, или еще кто-то, у меня 100 килограмм с лишним весом, у вас 50 килограммов, у кого-то 150 килограммов. Этому надо, грубо говоря, 1 столовая ложка, а этому надо там, допустим, больше. И опять-таки, учитывать особенности в вашей пищеварительной системе, насколько она у вас может переваривать. И вот так вот вы выходите из голодания. И дальше, дальше, вы уже начинаете что-то смешивать между собой. И опять-таки, смотреть, как все это усваивается. Нет ли, смотрите, сигнала, нет ли тяжести в желудке, в первую очередь. Появление стула, как правило, у вас должно наступать появление стула дня через 2-3 после выхода из голода в самостоятельный стул. Клизмы здесь делать не надо. Но опять-таки, все зависит от того, насколько поражен ваш организм. В некоторых случаях это не работает. Надо там и клизмы делать и так далее. И все мероприятия по предупреждению перевозбуждения жизненного принципа ветра, то есть сухости и холода. Значит, в тепле сидеть, маслом смазать тело, вставлять в прямую кишку свечи из сливочного масла, чтобы у вас более-менее все это нормально там работало. Вот такие вот особенности выхода. И дальше вы уже начинаете вступать, переходите на это все питание. Плюс здесь, чтобы все нормально работало, необходимо движение. Движение от тренировки отличается от работы грузчиком, когда человек пашет, знаете, что-то раздружает, что-то там такое. Коренным образом, когда человек тренируется, он, ну, будем говорить, вот как все эти качки, он там и набирает и мышечную массу, и силу, и так далее. Грузчик же просто он, будем говорить, какую-то силу набрал, нужную ему для работы, и дальше все упирается в выносимость. И он на этом плато застает. То есть он приподнялся, и все. А когда вы тренируете влочный процесс, то у вас идет все больше, 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 больше. И сила там, и масса, и так далее. И организму как раз на выходе из голода нужны вот такие тренировки в виде того, что вы походили, а не то, что постоянно что-то ходили, ходили где-то там, что-то по делам своим лазили, потом пришли, упали. Это совершенно не то. Это не позволяет организму полноценно восстанавливаться. А вот движение надо, ходьба. Потом, допустим, если вы хотите, чтобы мясо было, какие-то такие силовые немножечко упражнения делать, тогда более-менее будет нарастать мясо. То есть вот так вот действовать после длительного голодания. Что касается выхода из сухого голодания, вот некоторые говорят, хе, 11 суток сухого голодания, я не знаю, как там человек будет на сухо голодать. Если он будет голодать как положено, то есть никакого контакта с водой не будет, он не будет ни рот полоскать, там зубы-то очистить. Он это не будет делать. Он не будет умываться там. Он не будет и... Ну, вообще. Это совершенно иное. Это так вас измотает, что, грубо говоря, 3-4 дня покажутся, ого-го, как. А тут 11 суток я там голодаю. Вот это я думаю, да. 11 суток. Как это так? Это лихо. Они голодают, и потом за 4 суток я восстановлюсь. Так вот, на сухом голодании, если вы без воды все это дело делали, вначале, в зависимости от срока этого голодания, ну, грубо говоря, вы отголодали, не будем брать много, вы отголодали трое дней насухо. Так вот, примерно 2, а то 3 дня сначала восстанавливается водный баланс. Вы употребляете, вот, буквально-таки, минеральную воду. Она будет казаться вам самой вкусной. Опять-таки, подобрать для себя. Или простую воду. Можно немножечко соков, чтобы сначала организм набрался влаги. То есть, ему жажда важнее, чем голод. Организм должен набраться того, что он потерял. И после того, как он более-менее восстановит свои, значит, водные ресурсы, дальше начинает появляться голод. И тут тогда начинаете, опять-таки, вот, так же уже выходить. Значит, самая первая пища, самая-самая, знаете, простая, легко усваиваемая. И лучше всего, вот, либо свежевыжатые соки, которые обладают самопереваривающим этим свойством, содержат все эти вещи. Либо вот, как я вам говорю, кислое молоко. Ну, каждый изберет себе сам. То есть, для этого вначале изучается реакция организма на суточный голод, обычный, на суточный голод сухой и так далее. Потом уже добавляется. А так, если вы кинетесь, то будет вот как Сергей Матвиенко. На втором этапе он не знает, как запустить, как восстановиться. Кишечник до сих пор не работает. Делает клизм. Я его еще прошу, чтобы написать, что с ним вообще было. Потому что мы думаем вот так вот. То есть, человек, грубо говоря, ну, там здоровый, что-то там у него температура была. Решил он поголодать. А на самом деле, да там такое, что хо-хо-хо-хо, что тут вообще этого не надо делать, было совсем с другого начинать. Ну, что сделано, то сделано. Вот такие-то дела. То есть, на сухом голоде сначала восстанавливается водный баланс. Допустим, трое суток проголодали. Где-то двое суток вы примерно водичку пьете, там соки. А уже на третьи, на четвертые сутки начинаете вот так же запускать пищеварительную систему. А потом уже чувствуете нормально все. Далее, значит, уже начинаете вводить продукты. Взрослые продукты, которые вы раньше использовали. И тут нету таких рекомендаций. Это одно дело, когда с вами, грубо говоря, врач, там целитель, который следит, он смотрит, что там с вами, и дает советы. Если вы это делаете сами, вам организм подсказывает, что, как делать, что происходит. Переели, тяжесть, значит, запор возникает из-за сухости. Ну и прочее, прочее явление. Я это и описал, и в книгах рассказал, и неоднократно. Просматривайте всю эту информацию, чтобы не делать ошибок. В противном случае, в противном случае, ничего толком не получится. Вот как два начали, Андрей и Сергей, там голодать, что-то там такое сделать. И вот это вот они, я им сказал, не надо это делать, вот не надо делать. Вот так все скомкали, вот так все это. И теперь, грубо говоря, разбираемся, что, что и как. Ну, на этом закончим. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком.